В КОМе в 2020 году на предоставление регионального семейного капитала при рождении первенца бюджет региона направит 341 миллион рублей. Региональный семейный капитал при рождении первого ребенка – это новая мера поддержки молодых семей. Она установлена с этого года пакетом демографических инициатив главы КОМи. На обеспечение новых и увеличение действующих выплат и пособия семьями с детьми также по поручению руководителя региона предусмотрено дополнительно 1,3 миллиарда рублей. И как раз сегодня Сергей Гапликов вручил первые сертификаты на региональный семейный капитал при рождении первенцев. Продолжит Анна Зубарева. Новый демографический закон Сергея Гапликова, принятый в прошлом году, с 1 января полностью вступил в силу. Это целый комплекс дополнительных мер поддержки семей с детьми в КОМе. До 2022 года на его реализацию заложены средства по миллиарду 300 миллионов рублей. Впервые всем беременным женщинам, ставшим на учет, полагается приятный бонус – 1000 рублей в месяц. Увеличивается республиканское пособие на ребенка, матпомощь на покупку одежды и сумма на проезд школьников и студентов из многодетных семей. Но, пожалуй, самое главное – за каждого первенца семье теперь дают подъемные в 150 тысяч рублей. Первые сертификаты сегодня вручил молодым мамам прямо в роддоме глава республики. При этом никто не отменял региональный семейный капитал за третьего ребенка. Он тоже составляет 150 тысяч. И, кстати, свою задачу тот выполнил. Ситуацию с появлением многодетных семей в КОМе поправил. Сейчас же получается так, что республика поддерживает и молодые, и многодетные семьи. Первые счастливчики уже оформили документы на получение сертификата. Подать заявку можно в центрах социальной защиты или не выходя из дома через сайт госуслуг. У нас ипотекались. Недавно мы взяли. Ну, наверное, скорее всего, туда мы направим. В какой-то степени, да. В любом случае, для каждого человека поддержка. Новая мера поддержки – беспрецедентный случай, когда не учитываются ни доход, ни длительность проживания в регионе. Абсолютно все семьи, у которых появляется первенец, получают финансовую поддержку. И службы всех муниципалитетов уже готовы к приему счастливых родителей. В нашей студии сегодня заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Александр Хохлов и начальник отдела социальных выплат Министерства Светлана Матухно. Уважаемые гости, здравствуйте. Добрый вечер. Без преувеличения, главная новость, исходя из сюжета, в принципе, из новшеств. Это региональный семейный капитал при рождении первенца. Расскажите, пожалуйста, каков процесс получения этой выплаты? Насколько он сложный? На самом деле ничего сложного в получении этой выплаты нет. Действительно, можно обратиться в Центр социальной защиты, можно обратиться в многофункциональный центр МФЦ, можно подать заявку через портал госуслуги. Те документы, которые нужно будет предоставлять, их список невелик. Мы говорим о том, что примерно до 30 дней может быть рассмотрение, но, конечно же, Центр социальной защиты будет делать все от них зависящее, чтобы документы рассмотреть как можно быстрее, и чтобы предоставить этот сертификат, который по инициативе главы республики Коми был введен в республике Коми первой среди всех регионов, предоставить его как можно быстрее. Хорошо, в таком случае моделируем ситуацию. Вот семья получает сертификат на капитал за первенца. Что с этим документом делать, если, к примеру, в текущем году, понимание, в текущем году семья не планирует покупать жилье, и ипотеки пока у семьи нет? Ну, во-первых, мы должны сказать, что никуда эта сумма не денется. Она может и дальше оставаться, если, допустим, ипотека или кредит будут выданы в последующем году. Это первый вариант. А второй вариант – можно получить выплату, ежегодную выплату, можно составлять до 25 тысяч рублей из этой суммы, можно, соответственно, и 6 лет подряд эту выплату по 25 тысяч получать, можно тратить ее на образование, на жилищно-коммунальные услуги. Там есть много возможных статей расходов, которые можно покрыть за счет этого сертификата, если не стоит цель улучшить жилищные условия. А какие позиции помимо образования и медицинских услуг там есть? Ну, вот, как я уже говорил, там есть коммунальные услуги, там есть различные другие для семьи полезные услуги, которые просто здесь есть чуть-чуть, может быть, сложнее для некоторых семей, нужно предоставить, будут отчетные документы. Соответствую, чтобы показать целевую статью расходов. Конечно, мы в первую очередь надеемся, что это будет на жилье. Полуторамиллионное жилье, которое часто стоит в Республике Коми, 150 тысяч – это 10%. Это первоначальный взнос. Конечно, инициатива главы Республики была в первую очередь на это направлена. Но если жилье в настоящее время не нужно, или оно уже приобретено, то другие источники, на которые мог быть этот сертификат покрыть, они тоже допустимы. Хорошо. Еще одна важная инновация Республики в области поддержки материнства – это пособие беременным женщинам на дополнительное питание. Оно положено всем женщинам этой категории? Или есть какие-то критерии? Нуждаемость, срок проживания в Республике и так далее? Раньше критерии были, но инициатива главы Республики Коми Сергея Анатольевича Гапликова всем беременным женщинам, вне зависимости от того, насколько давно проживает в Республике, вне зависимости от дохода. То есть если есть уже, допустим, временная регистрация в Республике Коми, раньше проживала в другом регионе, тоже уже подходит. Единственное условие нужно, чтобы факт беременности был подтвержден соответствующей медицинской организацией, и тысяча рублей ежемесячно, как у себя в репортаже говорили, приятный бонус на дополнительное питание всем беременным женщинам. Безусловно, мы понимаем, что дополнительно на витамины, на питание женщинам беременны, возможно, нужно, конечно, и более тысячи рублей в месяц. Причем специалисты перинатального центра Республики Коми говорят, что это сумма около двух тысяч. Но мы начинаем сейчас с малого, и это опять же один из немногих регионов России, в которых эта мера введена. Получение этой меры для всех. Все беременные женщины, еще раз повторяю, вне зависимости от региона проживания на всей территории Республики Коми, вне зависимости от социального и материального положения, вне зависимости от ценза проживания, то есть насколько долго человек живет в Республике Коми, все будут получать эти деньги на протяжении всей своей беременности. Хорошо. Федеральные ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка. Эта мера поддержки уже далеко не новая, да, но и в ее предоставлении есть изменения. Расскажите о них, пожалуйста. Да, действительно, Светлана Витальевна, нужно передать слово. Давайте. Да, действительно, эта мера уже не новая. В этом году это уже третий год этой выплаты. Первое, то есть два существенных условия, которые изменяют предоставление этой выплаты. Первое, это меняется срок выплаты. Если в 2019 году выплата была до полутора лет, то с 2020 года эта выплата продлевается до трех лет. С периодичностью обращения ежегодно для подтверждения своих доходов. И второе существенное условие, это изменяется критерий определения права. То бишь, получается, обращаться будут большее количество граждан. И мы предполагаем увеличение числа граждан, которые будут иметь право. Поскольку размер на человека должен быть не выше 29 тысяч на члена семьи. Если семья из трех человек, то это практически 90 тысяч общий доход семьи в месяц не должен превышать. То есть это практически 70-80% семей, которые потенциально к нам придут в 2020 году. Но здесь я хотела сделать именно акцент на то, что те семьи, которые получали в 2019 году, в 2018 году, поскольку у нас эта мера на детей, рожденных с 2018 года введена, они уже перестали получать ее по истечении срока, полутора лет, поскольку достигнут уже. Соответственно, эти граждане повторно могут обратиться за пособием в 2020 году до трех лет. Оформить это заявление и получить это пособие до трех лет. А также могут обратиться семьи, которым было отказано в предоставлении этой выплаты из-за превышения доходов. Мы их также всех ждем в 2020 году за предоставлением этой выплаты. Уважаемые телезрители, я хочу, чтобы вы все на слова Светланы Витальевны обратили очень пристальное внимание. Допустим, ребенок у вас родился в апреле 2018 года. В октябре 2019 ему исполнилось полтора года. Выплата по правилам, которые были приняты раньше, прекращена. Но сейчас, поскольку она продлена до трех лет, нужно обратиться заново в Центрационной защиты. Она обязательно будет назначена и продлена. То есть категория и лиц будет шире. И для тех, кто уже получал, но при достижении ребенка полутора лет прекратил получение, она также будет продлена до трех лет. Это очень важное замечание. Я призываю все семьи воспользоваться этой мерой. А вот эти изменения, которые произошли, о которых мы только что поговорили, они сделали эту помощь доступной? Да, безусловно. Вот Светлана Витальевна правильно говорит, 29 тысяч на членов семьи. 29 тысяч зарабатывает женщина. У нее, получается, при выходе в отпуск по беременности родом 40% от дохода платит ей государство. То есть это сумма примерно 12-13 тысяч рублей. 87 тысяч общая сумма на семью. Значит, мужчина, глава семьи, должен зарабатывать не менее 74 тысяч, чтобы эту выплату не получать. К сожалению, у нас в республике пока не очень высокая заработная плата. Ни средняя, ни медианная. То есть та, которая получает большинство. Поэтому мы понимаем, что более 80%, то есть более 4 из всех и 4 из 5 семей смогут получить эту меру поддержки. Хорошо, мне подсказывают, что у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем. Я бы хотела задать вопрос насчет единовременной выплаты, региональный капитал по 50 тысяч который. Куда обращаться за его получение, за третьего ребенка и как его использовать? За третьего ребенка. Да, за третьего ребенка. Выплату единовременную в размере 25 тысяч рублей можно получить, обратившись в Центр по предоставлению государственных услуг, либо в МФЦ. То есть подав заявление на эту выплату. То есть обратим внимание, что это раз в год. Ежегодно можно воспользоваться таким правом. Если на какие-то другие направления не нужно, то, пожалуйста, ежегодно 25 тысяч в течение 6 лет семья сможет реализовать свое право полностью на региональный семейный капитал. Давайте ненадолго вернемся к федеральной ежемесячной выплате при рождении первого ребенка. Напомните, пожалуйста, размер этой выплаты. В 2020 году размер выплаты составляет 13 691 рубль ежемесячно. Вот как раз возвращаясь теперь уже к звонку нашей зрительницы. Ранее республиканскую ежемесячную выплату при рождении третьего и последующего ребенка назначали только малоимущим семьям. В этом году принцип этот сохранится или есть тоже какие-то изменения? Я думаю, что Светлана Витальевна сейчас более подробно объяснит. Мы должны только уважаемым телезрителям сказать очень важную для них, очень простую вещь. Принципы практически одинаковые теперь выплаты, что для третьего, что для первого ребенка. Это с нашей точки зрения очень хорошо, потому что раньше действительно люди путались. Выплата, вот кто-то из моих знакомых получает выплату по первому ребенку, там другие условия. По третьему, там условия иные. А здесь также до трех лет и если не более 2 пм, на члены семьи доходы. Совершенно верно. Также эта выплата идет через Центр по предоставлению государственных услуг, через МФЦ, а также можно подать через портал государственных услуг. Эта выплата идет в размере, тут идет по зонам, где проживает семья, северная и южная. Поэтому северная немножко побольше, южная поменьше, но в среднем это где-то 13 тысяч, 13 900, это где-то в среднем идет размер выплаты. В среднем по республике? Да, в среднем по республике. Да, вот тут от первого получается единственное различие, что эта сумма делится еще по зонам. Те, кто у нас южнее Ухты и Сосногорска, будут получать чуть-чуть меньше этой суммы. Те, кто севернее, Веркута, Инта, другие северные иконы, чуть больше этой суммы. Но в среднем эта сумма опять же будет более 13 тысяч рублей на человека ежемесячно. Но при этом этот размер будет меняться ежеквартально. Поэтому здесь как бы возможность идет в сторону увеличения. Поскольку у нас проживание не меняется, может быть незначительно, но все-таки идет в сторону увеличения. Здесь индексация будет происходить. Как бы индексация, да. Назовем это так. Хорошо, прямо сейчас мы прервемся на очень короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Продолжаются детали актуальные. Мы сегодня говорим об изменениях в социальном законодательстве нашей республики, которые вступили в силу с 1 января этого года. Их более чем достаточно. Но самое главное, это, конечно, поддержка семьи с детьми. Потому что и сегодня мы очень кстати об этом говорим. Действительно детали актуальны. Потому что Сергей Гапульков сегодня впервые вручил сертификаты на региональный семейный капитал при рождении первенца. Уважаемые гости, в данном случае вопрос вот следующий. Если мы говорим уже не о маленьких детях, да, а о детях, которые уже подросли, стали, соответственно, подростками. Но в семье доходы, к сожалению, пока все еще остаются не на должном, скажем так, уровне. Как государство с этого года будет помогать таким семьям? Вы знаете, здесь, я не побоюсь этого слова, буквально революция в государственной социальной помощи. Почему я смею так утверждать? Потому что с этого года в республике Коми и еще в 19 регионах Российской Федерации, то есть не везде, а только в 20 субъектах, вводится новый государственный социальный контракт. Это означает, что семья, в которой невысокие доходы, которая в основленном порядке будет призвана малоимущей, имеет право получать значительные пособия ежемесячные, если она предпринимает различного рода попытки выйти из этой трудной жизненной ситуации, в которой она оказалась. Это в рамках борьбы с бедностью, то, что сейчас действительно считается очень важным, то, о чем обязательно будет говорить наш президент Владимир Путин в Федеральному собранию завтра, о чем он уже заявлял. Мы это уже ввели и выглядит это следующим образом. Есть четыре направления. Первое направление — поиск работы. Мы давно уже с вами говорили и в этой студии, что у многих людей, которые являются безработными или ищут работу, было достаточно большое количество проблем, связанных с тем, чтобы доехать до места работы, пройти какие-то специальные технические минимумы, чтобы приступить к работе, в конце концов, просто пройти медосмотр, который очень часто составлял от 7 до 10 тысяч рублей. Сейчас это будет покрываться за счет специального пособия. В рамках государственного социального контракта человек, который собирается искать работу, будет ежемесячно получать 14 800 рублей. Это серьезная сумма, это серьезное подспорье и для семьи, и для того, чтобы у него не было необходимости отвлекаться на что-то, чтобы эту работу найти. Когда он эту работу получит, пособие у этого человека, оно отменено не будет. Ему главное на этой работе устроиться, продолжать работать, и в течение шести месяцев это пособие за ним будет закреплено. Это тоже очень важно. Мы не стараемся вытолкнуть человека, трудоустроился, и ты нам больше не нужен. Нет, мы наблюдаем, мониторим за семьей. Если ситуация там меняется, через шесть месяцев государственный социальный контракт прекратится, семья сможет уже обеспечивать себя сама. Это самый простой вариант. Первое направление — поиск работы. Второе направление, более сложное направление — переобучение. Не секрет, что несмотря на то, что у нас служба занятости, две тысячи человек переобучает ежегодно, этого немного для нашей республики. У нас рынок труда достаточно необычный. Люди чаще, чем в других регионах России, меняют работу. И это очень важно, это веление времени. Не случайно сейчас говорят, что мы должны обучаться на протяжении всей своей жизни. Так вот, если вы захотите обучиться, вы сможете по этой программе, если в вашей семье невысокие доходы, получить на руки, ну или, соответственно, на карточку, ну или напрямую купюрами, 30 тысяч рублей для того, чтобы выбрать свою программу обучения. По этой программе обучения вы переобучитесь либо очно, либо заочно, либо даже с применением дистанционных технологий. И в дальнейшем, по итогам этого обучения, вы будете приняты на стажировку, на оплачиваемую стажировку к работодателю. При этом все эти месяцы, когда вы будете обучаться, когда вы будете на стажировке находиться, вам также будет платиться 14 800 рублей пособие по государственному социальному контракту. Я считаю, что это действительно меры революционные, потому что, когда мы говорили о государственной социальной помощи в прежние годы, нас часто обвиняли, что суммы недостаточные. Да, у нас были, как нам казалось, неплохие суммы пособий, в 4-6 тысяч рублей, но 4 и 14 – это действительно разные категории. 14 800 – это прожиточный минимум твоего способного населения. Мы готовы давать семье, давать человеку, заключившему контракт, эти деньги, чтобы он сам начал работать или сам начал обучаться. Известно, что человек, который обучится, он наверняка быстрее преодолеет бедность, потому что у него будет просто больше вариантов для того, чтобы найти себя в этом мире. Есть еще два направления, которые тоже очень важны будут. Третье направление – это предпринимательская деятельность. Ситуация там очень простая. Мы как-то с вами разговаривали о том, я думаю, телезрители и те, кто нас внимательно смотрят, это помнят, что мы увеличили выпуск до 100 тысяч рублей через службу занятости начинающим предпринимателям. Вот мы понимаем, что 100 тысяч, конечно, это немного. По этой программе мы ее до 250 тысяч увеличиваем. Собираетесь открывать собственное дело. Понимаем мы, что нужно в том числе заплатить будет и взносы в бюджеты. 250 тысяч. Главное – это чтобы ваше предприятие не закрылось в течение наблюдаемого периода, чтобы оно работало успешно, чтобы оно что-то производило. 250 тысяч, поверьте, это сумма, во-первых, в 2,5 раза больше, во-вторых, она действительно более существенна для того, чтобы предпринимательской деятельностью заниматься. И четвертое, очень важная категория – это преодоление иных трудных жизненных ситуаций, которые не связаны с поиском работы, допустим, или переобучением. У нас бывают, к сожалению, и работающие бедные. Так складываются обстоятельства, что, допустим, в семье, как теперь говорят умными словами, высокая иждивенческая нагрузка. А по-простому – это счастливая семья, у которой много детей. Мама работает, зарабатывает, папа работает, зарабатывает. Но ребятишек у них четверо. Конечно, на каждого из них получается сумма меньше прожилищного минимума. Но в то же время они вполне успешная семья, и им эти деньги могут быть даны на переобучение ребенка, на организацию отдыха ребенка, для того, чтобы провести оздоровление как мамы, так и детей. Хорошая возможность, хорошая возможность. Сумма все та же – 14 800 рублей ежемесячно. А есть и такие семьи, мы тоже об этом уже с вами говорили, у которых, к сожалению, бывают проблемы бедности не от того, что у них мало денег, а от того, что они слишком много денег в своей семье тратят на покрытие кредитов. Так вот, за счет этой программы, четвертой, можно будет по 14 800 рублей, получая ежемесячно, и закрыть свои предыдущие кредиты, особенно если они были взяты под так называемые грабительские проценты. То есть по всем четырем категориям сумма поддержки одинаковая, она почти 15 000 рублей ежемесячно. Это действительно в государственной социальной помощи новый шаг. Не только помощь семье, но и преодоление бедности. Хорошо. Ну, позицию относительно демографических инициатив главы со стороны профильного ведомства мы выслушали. Они вполне ожидаемы. Конечно, теперь нам интересно, что же общественность о них думает. С нами на связи член общественной палаты КОМИ и Соктовкарской ассоциации многодетных семей Елена Щербина. Елена Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте, Илья. Расскажите, пожалуйста, насколько важны, по-вашему, внесенные изменения в социальную политику, особенно в части поддержки и помощи семьям с детьми? Ну, вообще, мы долго к этому шли и давно этого ждали. Этот прорыв этого года, который случился, конечно, он феноменальный, наверное, в истории страны. Мы такие впереди всех регионов, благодаря тому, что нас услышали, и обструктивный диалог пришел к результату. Понятно, что в любом случае семьям приятно. Вы знаете, что мы массово строим дома, каждая копейка учтена, как бы любая мера поддержки для нас очень значима. Угу. Хорошо. В таком случае я вспомню общественное обсуждение этого законопроекта, законопроекта о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Конь по вопросам социальной защиты семьи с детьми. И вот именно на тех общественных обсуждениях вы предложили внести в льготную категорию по организации летнего отдыха многодетные семьи. Как была воспринята эта инициатива? Конечно, на ура. Мы работаем сейчас в Министерстве образования, потому что остается вопрос, у нас еще есть время. 1 апреля стартует регистрация детей на путевке уже, да, и нам нужно до этого времени успеть вывелись все-таки в отдельный узкий сегмент, как бы, чтобы мы эти детей увидели. Мы отдыхали, как бы, и раньше в разных категориях, там семьи в трудной ситуации, задаренные дети, как бы, да, но это было не так массово. Ребенок из многодетной семьи такой категории нет в федеральном законодательстве. И опять наш регион здесь впереди, как бы, да, это региональные шаги, которые услышаны были главой нашей просьбы, как бы, да, и поддерживаем депутатами Государственного Совета, и нашим ключевым министерством. Вот, на сегодняшний день у нас остается один маленький вопрос, как мы увидим цифру этих деток. Ну, шаги вот для этого шаги уже делаются, там, в том числе на площадке общественной палаты, и ребята Союза в ГАЗу задавали вопрос, как бы, да, со своей стороны, который многодетный БАП у нас активный. Мы встречались уже, и ГАЗ Максим Алексеевич был на площадке, я в составе Общественного Совета Министерства образования задавала, дали по теме ревне вопрос, а вот идет. Понятно, что ждем рета, ждем, чтобы наши дети были счастливы, довольны, загорелы. Еще раз повторяю, мы строим дома, каждая копейка учительна, раньше мы их вывозили самостоятельно, сейчас не ускажется, и эта возможность есть. Спасибо регионы, что у нас слышат. Окей, хорошо, спасибо вам большое за уделенное время. Скажите, пожалуйста, получится в итоге? Вы знаете, о чем очень важном Елена Васильевна сказала, не только сама инициатива главы, что сумма беспрецедентная, самое интересное в этой инициативе, что дали возможность общественности действительно внести различные предложения. Ведь не секрет, что Светлана Витальевна, другие работники министерства, другие люди, которые работают в центрах социальной защиты, они ведь имели сотню различных вариантов. Что, появились деньги? Может быть, этим семьями помочь? Может быть, этим. Но нам даже радостно от того, что многие наши варианты не прошли, а прошли те варианты, за которые проголосовала общественность. Потому что это не наш взгляд со стороны государства, то, что нужно обществу. Это непосредственно то, что общество само предложило. Мы с вами и говорили о пособии беременным женщинам. Это ведь идет непосредственно от самих женщин. Мы о такой мере поддержки не думали изначально. Мы услышали это от людей, мы это реализовали, потому что за это проголосовали сами общественники. Хорошо. В таком случае в завершении уже получается программа. Мы должны рассказать о том, что начал в конце прошлого года, насколько я понимаю, работу в свой портал семья.ркоми.рф. В чем его функция? Данный портал предполагает меры социальной поддержки семьям с детьми. По крайней мере, сейчас наполняемость именно по этой категории граждан. То есть семья зашла, определила свой район проживания, определила состав семьи, выбрала, какое количество детей у него есть, либо они ожидают ребенка на сегодняшний день, работают ли они, какой доход у них в семье. И исходя из этого итогового опроса, уже семье предполагается список мер социальной поддержки, которые потенциально семья может рассматривать для себя. Именно исходя из ее ситуации. И, соответственно, уже просмотрев этот перечень мер, она может зайти уже конкретно в каждую меру, посмотреть, какой размер этой меры, куда необходимо обратиться, какой перечень документов для этой меры необходима. И уже даже есть формы заявлений, которые могут уже, нажав, кликнув, нажав, и уже можно выйти на портал государственных услуг для оформления данного заявления в электронном виде. Иными словами, если кто-то из наших зрителей только что к нам присоединился и пропустил какую-то часть информации, он прямо сейчас может зайти на сайт семья.ркоми.рф и прочесть всю необходимую информацию об изменениях в социальном законодательстве, особенно в части поддержки семьи с детьми. Да, безусловно. Как водителю в машине навигатор подсказывает дальнейшую дорогу, так и у нас создан этот сайт правительством, который так и мы и называем между собой, социальный навигатор. Он позволяет сориентироваться в этом большом мер социальной поддержки, понять, что и в каком размере твоей семье положено. Замечательно. Я надеюсь, что наши зрители услышали нас. И в данном случае, мне кажется, мы максимально и досконально объяснили все необходимое. А если же, как я уже и говорил, вы немножко чего-то пропустили, то сайт семья.ркоми.рф вам поможет разобраться в остальных нюансах семейной и социальной политики нашего региона, которая начала действовать с 1 января этого года. Спасибо большое за участие, уважаемые гости. Вам, уважаемые зрители, за внимание. Разумеется, в данном случае семейного счастья. И оставайтесь с нами. Спасибо.